Любите белок? Что я такого спросил? 30 тысяч рублей, чтобы ты попробовал. Несколько глотков вот этого пойла. Готов ты или нет? Вот они точно готовы. Я не буду, нет. За сколько денег вы бы смогли попробовать протеин? Не за сколько, меня это не интересует. Поэтому против, да? Бодибилбер. Бодибилбер, да. Если вы хотите, чтобы мы продолжали эту рубрику, давайте наберем 10 тысяч лайков. Всем привет, друзья. Вы на канале Бодимания. Как вы знаете, протеин – это обычный белок, выпускающийся под видом спортивного питания. Но многие обыватели считают протеин ядерной химии и стараются обходить его стороной. Сегодня мы решили провести эксперимент. За сколько денег люди, считающие протеин химии, смогут его попробовать? Сегодня мы узнаем, правда ли, что деньги решают все. Ты сам пробовал когда-нибудь протеин? Сам нет. У меня друг пробовал. Но ты хотел бы попробовать? Нет. За сколько денег ты готов попробовать протеин? Не за сколько. За косарь? Нет. Тысячу рублей? Нет. Пять тысяч рублей? Так, нет. Вот здесь шоколадный вкусный протеин. Я тебе предлагаю 30 тысяч рублей, чтобы ты попробовал. Несколько глотков вот этого пойла. Готов ты или нет? Вот они точно готовы. Я не буду. Нет. Я могу эти деньги заработать. Как вы относитесь к протеину? Никак. Вообще никак? Вообще никак. Ни негативно, ни позитивно? Ни негативно, ни позитивно. Абсолютно так. Когда-нибудь пробовали протеин? Нет. Хотели бы? Нет. Все-таки вы не хотели бы попробовать протеин? Ну, мне кажется, что это немного бесполезная тема. Можете сказать, что такое вообще протеин в вашем понимании? Протеин – это белок, насколько я понимаю. Наверное, котла не силы, полезного более результата, чем если он будет принимать порошок. То есть порошок, который вы принимаете, не рекомендуете? Я думаю, так, да. Не принимайте порошок. Ну, это химия или это все-таки что-то такое натуральное, что можно каждому человеку употреблять? Не знаю, наверное, химия. Что это? Это белок? Белок, да. За сколько денег вы бы смогли попробовать протеин? Ни за сколько, меня это не интересует. Нет, вот знаете, порошковый протеин – спортивное питание. Ну, это синтетика. Это синтетика. Да. Она не помогает или помогает? Ну, она же дорого стоит. Но все-таки она имеет положительный эффект. Я так не думаю. Она идет к привыканию к нему. Потом ты просто тратишь кучу денег на это и все. Ну, я занимался спортом, я просто это знаю. То есть, в принципе, это такой наркотик, ну, легкий? Своего рода, да. А каким спортом вы занимались? Ну, я тяжелой атлетикой занимался на Динамо. И пробовали протеин? Да, я на нем сидел. То есть, это тогда продавали, это еще в советское время. Привозили с Америки, ну, через Польшу. Вы пили настоящий американский протеин? Ну, я не знаю, поляки везли. Вначале был, может быть, настоящий, а потом уже стали делать уже сами. Всякое могло быть. Как вы думаете, что такое протеин? Белок. Белок? Любите белок? Что я такого спросила? Подловите. За сколько вы готовы протеин попробовать? Шоколадный. Не хотим его пробовать. За сколько денег? Я знаю, что вы любите денежки. За сколько денег вы готовы попробовать протеин? Сто долларов. Сто долларов? А в рублях? У меня нет с собой... Шесть тысяч рублей. Шесть тысяч рублей? То есть, за шесть тысяч рублей ты готова выпить? Да-да. Можешь глоток за сто рублей? Готова? Триста. За триста рублей глоток? За триста рублей. Давайте. Да. Глоточек, один глоток. Итак, триста рублей. Просто протеин ты разжирнеешь. Если пить только протеин и не заниматься, то разжирнеешь. Ну... Это факт. Я знаю. Триста рублей. Нет, все, так не пойдет. Прошу прощения, что перебил. Можно на минуточку? Как ты относишься к протеину? Никак. Тебе не нравится? Я не пользуюсь. Вообще. Я похож на качка? Нет. Я тоже не похож на качка. Но как нормальные пацаны с тобой общаемся сейчас. Ну, ты знаешь, что такое протеин? Ну, знаю. Пробовал когда-нибудь? Нет. Хотел бы? Нет. Как вы относитесь к протеину? Негативно. Негативно? Не пробовали никогда? Пробовала. Именно поэтому негативно. Вот, расскажите, пожалуйста, про свой ужас. Ну, это не совсем, скажем так, мой допинг к спорту. Ну, это вредно все-таки? Ну, я считаю, что желательно все-таки работать со своим весом и без дополнительных каких-то... Мы просто хотим школьников оградить от употребления протеина. Это правильно. Это правильно, да. Это все-таки для таких спортсменов, которые готовятся к соревнованиям, которые хотят добиться быстрого результата, очень быстро, да. Хорошего результата. Всего вам хорошего. Какой канал? Доброго. Первый спортивный. Отлично. Бодибилдерский. Да? Да. Поэтому против, да, бодибилдер. Бодибилдер, да. Как вы относитесь к протеину? Ой, отрицательно все. За деньги хотите? Хватит у нее, она хочет на вопрос ответить. Мы готовы заплатить вам 100 рублей за то, что вы попробуете протеин. Ни за что. За тысячи. Я не пробую всякую гадость на улице. 30 тысяч. Вы, дядя, я вас не знаю. Уйдите. Друзья, мы надеемся, что когда-нибудь у нас в России сломается стереотип, что протеин это вредно. Ведь, например, в Америке протеин можно купить практически в любом месте. И все понимают, что это простой белок. Подписывайтесь на канал BodyMoney, пейте протеин, занимайтесь спортом. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!